коллеги всем привет я вас приветствую в третьей части видео посвященном изготовлению музея юмора на фреймворке ну или на библиотеке если хотите react.js ну и в общем то чтобы не терять собственно говоря время давайте посмотрим на чем мы остановились в прошлый раз я уже запустил проект вот и как вы помните там у нас была не очень красивая разметка почему-то вот все по центру у нас не кликабельные эти штуки почему-то но это отдельная история вот и давайте для начала поправим вот эти агрессии которые случились и для этого перейдем сейчас посмотрим давайте определимся с селекторами селекторы у нас работают так селектор у нас работают дальше сюда мы провалим хэндал ну вот она и первая ошибочка опечатка я видел что теперь они у нас кликабельные они стали кликабельные поехали дальше разметка что-то съехал разметка у нас находится вопп.js не хочет ну вот он див который по центру я нечаянно себя в пиндюрил вот этот вот тэк хюмора давайте проверю что она теперь правильно отображается да теперь она и эти выровнялись отлично давайте теперь попробуем сделать следующее я сейчас отключу все категории и проверим что у меня придут сейчас только анекдоты нет нет мне приходят все что угодно то есть фильтр теоретически не работает ну и для этого давайте давайте это посмотрим как это исправить итак для выбора категории у нас есть категории selector и собственно говоря проблема в том что выбранные категории вот эти вот категории и вот этот вот юма и вот этот вот метод get random не получают вот эти категории то есть вот эти вот каталоги никак не связаны с тем что мы выбрали в категории так что для этого можно сделать ну во первых можно поступить стандартным способом то есть через так называемое состояние или properties опустить до этого категории селектора handler обработать его и получить но я предпочитаю все-таки использовать паттерны программирования есть такой паттерн называется pubsub и в общем-то я его и собираюсь использовать ну для того чтобы мне изменить значение да смотрите у меня вот в самой категории на самой категории нет никакого хендлера который говорит о том что он select да то есть мне для начала нужно сделать какой-то хендлер который будет говорить о том что список категории изменен для этого нужно сделать что для этого нужно сделать следующее давайте для начала получим то есть привяжемся к событию извне он selected и что мы сюда будем отдавать мы сюда будем отдавать текущий value который был получен то есть или true или false и будем говорить какой идентификатор идентификатор был изменен то есть какое изменение было у какой категории был изменен у идентификатор какой категории был изменен значение true или false вот сейчас на данный момент у нас есть props и теперь что остается так это ну здесь как минимум сохранить это я уже не сохранял один раз так и теперь вот здесь где мы рендерим категории нам нужно естественно написать тоже он selected этот метод мы напишем чуть позже в смысле ну да сам метод мы напишем позже вот сейчас сюда нужно поставить тот метод который нам нужно написать он selected другими словами а нет неправильно вот так мы значение он selected передаем то есть делегат во внутрь вот этой категории теперь нам вот этот он selected нужно написать ну давайте вот так вот напишу он с большой буквы как-то подсказывает он selected здесь я напишу что мне нужен как раз тот самый value то есть true или false и идентификатор того чего получила новые значения и в общем то что мне нужно сделать мне нужно чтобы вот этот вот из selected вот поэтому идентификатор становился true или false тогда при выборке категории я смогу показывать только те которые изменились в общем давайте так не вар а вот варты вместе шарпом но и мы идем сначала а этом который был изменен state категория а вот такой вот порядка x айди равно ну тройной равно если непонятно вот равно айди то есть мы находим если это то есть я не буду делать проверки какой плохой программист я не делаю если она ровно ну просто не хочу тратить на это время так и и select это равно в или у этого идентификатора ставим и теперь мне нужно сделать что мне эти значения я конечно получил и теперь смотрите у меня в момент изменения изменяется и коллекция да то есть в коллекции ты стала коллекция естественно меняется так как я получил изменения в категории я должен каким-то образом я должен каким-то образом вот этот вот список категориев передать в другой компонент. Ну, я уже сказал, что это можно сделать стандартными способами, но я это буду делать нестандартными способами. Смотрите, для начала я установлю проект, нажму Ctrl для тильда, вот, и здесь установлю один из пакетов, который называется react-event-aggregator. А, ну да, мало написать что, надо еще написать и зачем. Ну, или install. Да, я не буду скрывать, что этот react-event-aggregator написал я сам себе, просто вот pubsup как-то не очень реализован в реакте, поэтому я его решил написать, чтобы было самому же и удобно. Так, он установился, это можно закрывать, снова стартовать проект. Ну и, в общем-то, теперь что остается? Event-aggregator работает по следующему принципу. Это реализация события pubsup, реализация паттернов pubsup, вернее. Вот, поэтому, на самом деле, нужно просто что-то где-то подписаться и что-то где-то отправить. Для начала я сделаю импорт, давайте так вот, event-aggregator. Ну, естественно, из сборки, который называется react-aggregator. Ой, не попал. Вот. И, собственно, если у меня уже есть этот самый event-aggregator, значит, я могу вот в этом вот месте написать такую штуку, event-aggregator. А тут, соответственно, я могу сделать publish. Вот, все-таки publish. Здесь мне нужно указать канал. Ну, допустим, называется categories changed. Ну, такой вот канал, да, название, то есть канал, по которому передаваться будет. И здесь что-то такое вот, какой-то payload, да, то есть нагрузку, которую понесет этот канал. И перед тем, как этот payload отправить, его нужно для начала получить. Что он у меня из собой представляет? Он у меня представляет так, следующее. Немножечко не так. Давайте сделаем вот так, чтобы она восстановила разметку. Давайте сделаем так. Я напишу, что selected. Мне нужно сначала выбрать только те, которые были изменены. Это я могу написать следующим образом. This state categories. Нет, категории. Мне нужно сделать фильтр только тех, которые имеют значение из selected. А вот оно. То есть я выбрал только те категории, которые у меня выбраны. Теперь я должен из этих, давайте вот так вот назову selected. Теперь из этих selected мне нужно сделать проекцию. Мне на самом деле нужны только идентификаторы. Поэтому я сделаю map. И здесь, как естественно, уже по простому образу и подобию я выберу только идентификаторы. Таким образом, у меня в changed ушли идентификаторы, которые были изменены. То есть, которые имеют значение и selected. То есть, название, номера категорий, которые, собственно говоря, мне и нужно отправлять на сервер. Теперь, раз у меня есть такая штука подписка, я теперь здесь нажимаю сохранить, конечно, не забываем. И иду вот в этот вот up. Теперь, прежде чем вот этот вот категории, они же у меня defined, поэтому мне нужно здесь сделать что-то типа подобное. То есть я, как обычно, сделаю import вот так вот в play. event-агрегатор. Соответственно, from вот этот вот react-агрегатор. Вот таким вот образом. Ну и теперь, на самом деле, мне теперь чувствуется только подписаться на эти изменения. Вот. А для этого мне нужно что сделать? Мне нужно, написать event-агрегатор. Ну, давайте я вот так вот сделаю. Здесь сделаю какой-нибудь this-subscribe метод. Вот. Ну и недалеко буду ходить. Прям здесь и сделаю этот самый subscribe. Вот таким вот образом. Вот. Теперь у меня здесь нужно сделать что? Мне нужно написать event-агрегатор. Subscribe. Собственно, здесь мне как раз нужно указать название того самого канала. Категории. Вообще, конечно, нужно это выносить в константы, чтобы не ошибаться с такими вот накладками, как я сейчас опечатался. Если бы я запустил, я бы не получил информацию о том, то есть канал был бы другой, поэтому я бы ничего не увидел, бы не получил, потому что другой канал. Ну и здесь давайте я сделаю. Здесь я первым образом... То есть здесь у нас дальше идет хендер, да, как вы понимаете. В хендере там два параметра. Во-первых, это channel name, через который идет передача. И во-вторых, вот этот самый вот payload, который был передан. И мне вот для того, чтобы их перехватить, нужно сделать вот такую штуку. Вот. И здесь получается, что у меня... Что мне нужно? Мне нужно обновить каталоги, да. То есть вот эти каталоги у меня сейчас ноль. Мне нужно сделать их, чтобы они были обновлены. Это через setState делается, потому что он у меня в состоянии находится. Ну и здесь я сделаю по-простому. Напишу каталогс. Правильно? Каталогс. Да, правильно. И они будут, соответственно, уравняться payload. То есть то, что пришло и как раз уже вот эти вот идентификаторы. Дальше. Я так думаю, что это должно... можно запускать, но я исправлю для начала опечатку. Она ни на что не повлияет, но просто когда красиво, тогда красиво. Открываем картиночки. Давайте нажмем F12. Проверим, что эта штука... Во! Уже установлена. Отлично. И в категории Selector. Давайте поставим здесь. И... Хоп! Соответственно, он Selector сработал. В payload у нас их теперь шесть. Давайте вот так напишу. Плот. А вот они они. Вот мы видим один, два, три, четыре, шесть. Я отпускаю. Да, это сообщение перехватила другая. Здесь у меня pilot тоже пришел. Ну и теперь давайте вот так вот сделаем. Раз. Выключил. Я сейчас их подключаю все. вот таким вот образом. Раз. И получается, что у нас сейчас так есть. Тоже можно подключать. А теперь у нас только анекдоты. Я нажимаю. Да, анекдот. 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 Отлично. Я включаю, допустим, что там. Фразы из лечения. И выключаю анекдот. И нажимаю. У меня только фразы из лечения. В общем-то, собственно говоря, то, что и требовалось показать. Так. Давайте тогда, раз уж мы пошли по ивент-агрегатору, надо также включить ивент-агрегатор и для восемнадцатых. Потому что это отдельная категория, и она не включается. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно сделать примерно то же самое, только уже непосредственно для... Вот. У нас есть adult changed. Мы сейчас открываем этот агрегатор. Ну, я скопирую. И здесь напишу не категорию, а из... Ну, давайте. Adult. Ну, в смысле взрослый. Вот категория changed. И передавать туда будем, соответственно, тоже value. Вот таким вот образом. Теперь давайте я тоже это скопируем, чтобы не промахнуться с названием категории. И здесь, вот в этих подписках, я добавлю еще одну подписку. Ну, естественно, это выйдет subscribe. И мне нужно здесь вот вместо вот этой опять же получить вот этот вот самый payload. Сначала мне его нужно здесь обозначить. Channel, как вы понимаете, не особо используется, но во всяком случае у вас такая возможность есть. Пусть будет payload. Пусть будет payload. И теперь мне нужно this set state написать, что он is adult будет равен payload. Вот. Теперь получается, что у меня application знает, чтобы в компоненте категории selector были изменения только категории, но и adult. Я думаю, проверять пока его не будем. И так понятно, что он сработает. Единственное, что для того, чтобы показать... Для того, чтобы узнать, включился он или нет, нам нужно показать количество записей, которые пришли с сервера. Для этого нам нужно что? Ну, давайте сделаем вот таким вот образом. Раз у нас есть категория selector, и все, что в нем выбирается, должно отображаться, я сделаю такую штуку. Даже вот такую я напишу getTotal и все. Ну, не совсем все. Теперь мне нужно этот getTotal, конечно же, реализовать. Я так и сделаю. GetTotal. Ну, и как вы понимаете, я здесь должен что сделать? Во-первых, у меня есть возможность... О, есть информация о том, что у меня есть загрузка, и getTotal надо скрывать. Поэтому я сделаю, если... Ой... Не так написал. Вот, я напишу, если... Мы сейчас в процессе загрузки. То есть у меня isLoading. Вот. Тогда я должен вернуть... Ну, давайте я верну пустой div. Да. Допустим, ничего я не буду возвращать. И если... Нет, неправильно написал. И если наоборот, то мне нужно... Ну, давайте я напишу вот так вот. Так. Я напишу вот таким вот образом. У меня есть так называемый model, в котором включен экскрибит. И я вот здесь из этого model, если он опять же загрузился и не равен нулю, Ну, тогда я сделаю таким образом. Props. Model. И у него есть total, если вы не помните. Так. Кажется, я прямо скобок промахнулся. Давайте я все-таки в скобки это поставлю. Вот. И если он равен ноль, тогда он ноль. А. Ну, еще, наверное, давайте напишем это маленьким шрифтом. И давайте сделаем ему какое-нибудь, чтобы он не сильно выделялся. Давайте классным. Есть такой классный bootstrap. Называется text-muted. Ну, в смысле, он такой приглушенный. Так, что-то не то сделал. Нет, мне уже больше их не нужно. Зачем я их поставил в kd? Вот. А. Ну, и давайте, чтобы не просто цифра была написана. Найдено. Ну, мы же фильтры мы выбираем. Значит, мы ищем, фильтруем, или отфильтровано, или найдено. Кое-нибудь так. А. Теперь можно посмотреть на картинку. Нет, нельзя посмотреть. Все сломалось. Что-то тут лишняя скобка какая-то. Давайте это быстренько поправим. А. Нет, я не помню где. А. Где, в каком модуле. Субскрайб. АП. Смотрим в АПП. Да, тут лишняя скобка. Сохраняем. Открываем. И еще что-то лишнее. И в категории селектор. Что-то я недоуказал. Так. Сейчас посмотрим. В категории селектор. Ctrl-KT. Это, чтобы отформатировать документ. Просто, когда он отформатирован, проще смотреть. Ну да, конечно. Функция должна делать ретурн. Это я, конечно, промахнулся. Ретурн. Ой. Ретурн. Да. Ретурн. И здесь тоже мы должны написать ретурн. И даже не просто ретурн, а вот так вот. Чтобы начало лежало здесь. Давайте проверим, что это работает. Да. Работает. Найдено 0. Но это, конечно, чушь. Потому что их там не 0. Иначе бы они ничего не показывали. Что-то где-то не работает. Давайте проверим, что. Так. У нас есть. У нас нету этого property. А, нет. Есть. Сейчас, секундочку. Посмотрим. У нас есть up. Вот. И здесь где-то внизу есть категория селектор. А, ну да. У нас есть, но мы его не отдали. Поэтому мы должны написать model. И, соответственно, this state. Как вы понимаете, model. Так. Что-то он мне подчеркивает. Экспекты. А, я что-то опять промахнулся со скобками. Вот эти автоматические подстановки. Они как-то... А, я вот здесь убрал. Так. Ctrl-KD. Да. Вроде бы сработал. Вот. Теперь мы должны увидеть... Да. Вот смотрите. Теперь у меня показывается, что где-то там в базе, в моем API лежит четыре с лишним тысячи анекдотов. Я нажимаю пересчет. Теперь включая этот... 18 плюс категории, их стало чуть-чуть побольше. Соответственно, выключаю. Их поменьше. Ну и давайте включим, проверим, что у нас работает тот самый вот adult-индикатор, который мы делали в прошлый раз. Вот, видимо, здесь не очень... Ну, в смысле, взрослые, да, высказывания. И поэтому вот 18 плюс. Смотрите. Следующим этапом сделаем новый компонент, который будет отображать дату. И для начала, наверняка, вы понимаете, нам нужно создать этот самый компонент. Давайте его назовем какой-нибудь, там, я не знаю... DATE форматор, да? Да, наверное, пусть так называется. DATE форматор. Естественно, я класс могу называть, как я хочу. Пусть он называется EXPORT DATE форматор. Вот таким вот образом. Ну да, естественно, это должен быть класс. Естественно, он должен EXTENSE делать REACTOR. Естественно, компонент. Ну и, опять же, естественно, здесь должен быть импорт этого самого REACTOR. REACTOR FROM REACTOR. Так, что должен сделать этот компонент? Он должен преобразовать данные в какой-нибудь формат. Я знаю, что для этого можно использовать библиотеку MOMENT, но для этого ее нужно установить. Давайте я установлю текущую task. То есть работу, то есть процесс. И сделаем MPM. Install. Ну или букву I. Я для тренировки в пальцах пытаюсь не сокращать, а писать полностью. И назовем MOMENT.GS. Сейчас пройдет какое-то время, он установится. Ну а пока он устанавливается, я сделаю здесь импорт. Естественно, MOMENT. MOMENT. Хром. Момент. Ой. Нет. Что-то много букв. Кажется там их поменьше. Вот. У меня остановилась библиотека. У меня его я подключил к моему модулю. Ну и здесь мне нужно что сделать. Ну для начала давайте сделаем RENDER метод. Сделаем его таким образом, чтобы он делал. Так. Ну смотрите. У меня есть два варианта. У меня может быть прийти дата, а может не прийти. Поэтому у меня вот таким вот образом сделаю. Я сделаю формат DATE какой-нибудь метод. Чтобы он возвращал или не возвращал данные. Ну например. LET DATE TIME какой-нибудь. будет равен DATE PROPS DATE TIME. Ну вот так вот. То есть пришла формат. То есть мы будем поставлять DATE TIME в компоненте, который находится выше по уровню. Теперь мы проверяем есть ли. Вообще DATE TIME у нас. Если его нету, то есть ничего не задано. Тогда мы делаем RETURN. Ну пусть пока пусто возвращали. Даже вот так можно сделать. Вот. В противном случае. RETURN. Что-то мне кажется. Так. Дальше. Если у нас все-таки пришел какая-то дата или время. Давайте сделаем LET FORMAT какой-нибудь. RETURN. РАВЕН. THIS. COPS. FORMAT. Я хочу чтобы у меня формат. Тоже мог приходить отдельно. Чтобы пользователь мог. То есть разработчик мог задавать. Вот. То есть у меня будет приходить не только DATE TIME STRING. Но и формат для этого. DATE TIME. В общем то для начала мне нужно сделать что? Мне нужно делать RETURN. RETURN. И как вы понимаете. MOMENT. Здесь соответственно я должен передать DATE TIME. И здесь я должен передать формат. Который будет тот самый формат. Ну и теперь нужно мне зарендерить как раз вот это вот. То что у меня получается. То есть я здесь тоже хочу сделать проверку. И если у меня формат DATE. Вообще вернул что-нибудь. Тогда я буду делать. RETURN. Ну пусть это будет. Давайте я скобки открою. Чтобы это сделать красиво. И здесь делаю SPAN. Мне больше ничего не нужно. Чтобы просто отображалась новая DATE. Отформатированная. Props. Так. Ну смотрите. У меня может отображаться. Не только. Что это. То есть я хочу чтобы не только DATE отображалась. Но и допустим какой-то TITLE. Ну то есть. Что это за DATE. О чем она говорит-то. Собственно говоря. Что она показывает. И здесь хочу сделать вот так вот. THIS. Давайте сделаем так вот. LetData. Равен. This. FormatDate. FormatDate. Вот так вот я сделаю. Здесь соответственно вот это вот. Вырежу. Здесь напишу DATE. И здесь напишу DATE. Дата. Ну чтобы не повторяться. Вот. Ну и в противном случае. Если у меня. Дата. Не задана. То есть она пустая. Тогда я хочу сделать. Return уже. Чтобы не ошибиться. SPAN. Ну пусть будет пустой. SPAN. Ну пусть будет пустой. SPAN. Вот. DATE. 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 Запись была. Создана. Так. И второе. Что мне нужно передать. Ну. Смотрите. Тут. Тоже. Да. Можно на самом деле. Ну. Первый. DATE. Я про формат думаю. DATE. TIME. Нет. Неправильно. DATE. TIME. Да? Давайте проверим. DATE. TIME. Да. DATE. TIME. У нас будет. Равен. Ну. Как раз. Вот. Этому. Created. Это. То есть. Когда была создана запись. Дальше. Для того. Чтоб. Формат. Взять. Ну. Нет. Давайте я сделаю так. Формат. Равен. Ну. Пусть будет. Вот так. Какой-нибудь там. D. D. M. 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 И. Допустим. И. Теперь. Собственно говоря. Такую же штуку. Я должен проделать. И. Для второго компонента. Я вот. Тоже. Вот. Под ним напишу. Но. Сейчас копипачу. Конечно же. И. Давайте проверим. Что это работает. А. Для этого. Мне нужно запустить. Угу. Так. Не особо понятно. Что работает. Так. Где-то что-то я промахнулся. Moment. Не может разрулить. Момент. Значит. Что-то недоустановил. Давайте доустановим. Так. Для этого. Для начала. Вот так. И. Daytime. Так. Наверное. Я все-таки. MPM. Так. Для начала. Для начала. Стоп. Наверное. Неправильно установил пакет. Да. Неправильно установил пакет. А. Сделаем его. Uninstall. Не Moment.js. А Moment. Тоже. Называться пакет. Просто. Их столько. Что. И на. Вообще. Сообразить. Какое. из них. Какое. Для чего. Куда. Очень тяжело. Поэтому. Я сейчас сделаю. Вот так. Вот. Moment. Да. Вот. Подождем. Минутку. Хорошо. Теперь. Запустим. проект. Давайте. Обменим. Вот. Все. Заработал. И. Что-то. Опять. Не работает. Непонятно. Давайте посмотрим. так. Что. Нет. Он. Просто. Долго. Грузился. Наверное. Да. Что-то. Что-то. Интернет. У меня. Затупил. Ну. И. Собственно. Гря. Такое. Бывает. Ну. В общем-то. Работает. Да. Получается. Что. Мы. Здесь. Дату. Видим. И. Наверное. Не. Совсем. Правильно. Ну. Тогда. Уберем. Лишние. Буклы. Которые. Там. Были. Ап. И. Нет. Стоп. Viewer. Humor Viewer. Да. Вот. Эти. Которые. Мы. Сделали. Апдейтед. И. Вот. Это. Креет. Нажимаем. Сохранить. Да. Работает. Вроде бы. Даже. Так. Как. Нужно. Ну. Единственное. Что. Возможно. У. Вас. Допустим. Английская. Раскладка. Квалиатуры. Английская. Локализация. Тогда. С датами. Будет проблема. И. Еще. Я порекомендовал бы. Наверное. Насильно. Да. В этот. Форматор. Ну. Вот. Такую штуку. Как. Момент. Локали. Нет. По-моему. Она теперь называется. Локали. Наверное. Да. Локали. Ру. Ну. То есть. Это явно включает. Ну. Или где-нибудь в настройках там наверху. Но. У меня работает. И так. Я. В целях эксперимента. Пусть остается так. В общем. Что еще хотел показать. Смотрите. На самом деле. Так. У меня много всяких пробелов. Не люблю. Удалю. Сохраню. Закрою. А. Смотрите. У меня. Ой. Где. Фиморвил. Вот эта вот. Строка. Повторяется вот с этой. Ну. Теоретически. Как бы. Тоже. Несовершенно. Дело неправильно. Я сделаю немножко правильно. Я. Сюда. Добавлю. Вот. Эту. Вот. Строку. Как раз. В настройки. И. Буду их получать отсюда. Дейт. Тайм. Допустим. Формат. Вот. Таким. Вот. Образом. Это. У меня. учат. И. еще нет. Конфигурации. Я сделаю. Импорт. Собственно. Горя. Как вы понимаете. Конфигурэйшн. Импорт. Конфигурэйшн. Огого. А. СКФГ. Пусть. Он называется. Сокращенным. Вариантом. From. Конфигурэйшн. Вот. Нет. Нет. конечно же нет так где он находится он находится еще выше вот configuration . запятой и тогда я могу здесь написать уже вот такую штуку kfg как я там назвал дэйт тайм форматор нет что-то не так я написал сейчас один момент да и там формат назвал да это формат и здесь сделать то же самое проверю что работает нет в очередной раз не работает видимо где-то название промахнулся сейчас configuration контроль c закрыть да теперь работает да кстати смотрите у меня есть запись без обновления то здесь пусто в данном моменте в одном месте показывается в другом нет то есть кредит показывается обновление видимо не было здесь вот смотрите мне два раза созданы неправильно здесь первый раз должно быть создано здесь оба новлено как-то так ну что могу сказать наверное на этом нужно закончить видео получилось я думаю что этого достаточно к моему сожалению большому суждению react оказался для меня не очень интересным мне больше понравился аурелия она все-таки больше фреймворк чем react компонент верни к чем react как библиотека но и всякие фишечки которые есть в аурелии на вкус и цвет как говорится нравится react пишите на реакте мне нравится больше аурелия за сим наверное буду с вами прощаться всего доброго хорошего вам дебага пишите комментарии подписывайтесь на канал спасибо за внимание спасибо вам Продолжение следует...